Всем привет! Я гуляю по теплице Орхицин Мор. Сегодня цветущего не так много, но вот эта полянка Мозды Валей, конечно, она обалденная. Сейчас тут тепло, приятно. Давайте пройдемся по этой теплице, где в основном у него Мозды Валей, а потом я покажу вам еще другие теплицы. Это Дробио Дженкинса, наверное. А вот они Дракулы собрались цвести. Дракул, конечно, тут много. А вот, смотрите, сейчас покажу. Какой красавчик! Дракулы, конечно, очень интересное растение. Я просто очень боюсь купить Дракулу. Здесь были очень красивые донтоглоссумы. Я как-то к ним так спокойно раньше относилась. Вот растрепий. Все никак не могу выбрать себе растрепий. Очень хочется, но как-то вот... Донтоглоссум, конечно, сейчас покажу цитольчик. Как раз очень красивый. Это цветует какая-то камбрия. Очень красивый цвет у него, такой яркий. Это, наверное, какая-то качлеода. Розе. И вы смотрите, какой... Ай, танцы, идем. Смотрите, у него цветок огромный. Обалденный. Я увидела прямо. Влюбилась. Но он не продается. Есть еще полянка Моздуалий. Сейчас мы до нее дойдем. Мы по этой теплице быстро пробежим, потому что цветущего мало. Какие красивые рыжики. Их, в принципе, тут много. Смотрите, какие красивые. Ну, когда они так цветут, конечно, это завораживающее зрелище. Немножечко у них все поменялось тут. Поменялось расположение растений. Раньше здесь были дендробиумы, башмаки. Но они сейчас переехали на другие теплицы. Они постоянно здесь наводят порядок. Я очень хотела найти себе скотикарию. Я не нашла скотикарию, которая была здесь. Она засохла. Что-то вот такое цветет. Сейчас посмотрим, что это. Качлёда Розая тоже, кстати. Смотрите, какие интересные. Вот такое название. Здесь поля цимбидиумов. Цимбидиумы здесь, конечно, страшно покупать. Сейчас покажу вот это типично вирусное проявление на цимбидиуме. Если такое видите, не берите. Сейчас была свидетелем, как он собирает заказы. И перед отправкой он подрезает листики растениям, что меня, конечно, очень сильно расстроила. Подрезает листики растений одними и теми же ножницами. Это, конечно, очень печально. Получив такое растение, вы его протестируете. Оно окажется чистым. А через годик это уже будет вирусная инфекция в вашей коллекции. Кстати, тут вот были очень интересные гонгоры с цветоносами. Не здесь, а в другой теплице. Я тоже увидела. Прямо обалдела. А это цимбидиум тигридум. Никогда не видела живьем. Очень милый цветочек, такой некрупный. Красивая такая растенец, кстати. И у него очень удивительная для цимбидиума. Посмотрите, какая у него форма бульбочек. И вообще, конечно, листики какие-то странные. Но описано цимбидиумом. Я вот 10 раз перепроверил. Вот видите. Вот. Телогинки есть. Халкоглосомов много. Англуа. Вот у них англуа. Здесь тоже такие небольшие продаются. Ну, здесь еще остались башмачки. Цветут линдли. Может быть, конечно, не длин для Дженкинса. Башмачки. Бедному кто-то губу отъел. Несчастное создание. В этой теплице я редко, конечно, встречаю это такое феерическое цветение. Сколько раз бываю. Здесь такие вот в основном мелкие травянистые растения. Здесь еще заросли. Но это, наверное, специозом. Это точно. Огромное растение. Я, кстати, нашла себе специозу. Подросток. Вот эта целогина мне очень понравилась, как пахнет. Посмотрите, какие-нибудь маленькие цветочки. Она имеет волшебный запах. Такой сладкий, приятный. Вот как вот такие цветы. Это элата. Но, сказать честно, соотношение цветов к самому растению немножечко непропорционально. Очень крупные бульбы. Это крестаты у них. Эту теплицу мы уже прошли. Но, вообще, представление вы можете получить. Сейчас покажу еще цветущий. Вот такая полянка. Это циноркис гутата. Ну, в этой теплице все. А вот на дроби вам посмотрите, какой цветет. Продолжим в следующей теплице.